В 2030 году Молдова должна быть членом Европейского Союза. Выступая перед парламентом страны, президент Майя Санду заявила, что для Молдова не существует другого пути, кроме европейской интеграции. Она призвала все политические силы поставить вступление в Евросоюз выше собственных интересов. При этом в стране, напомню, продолжаются митинги, которые организованы пророссийской партией ШОР с целью единственной дестабилизировать ситуацию в стране. Детали расскажут наши коллеги. Кремль старается дестабилизировать ситуацию в Молдове. Спонсируются пророссийские митинги, поддерживаются пророссийские силы. Продолжаются попытки переправить в Кишинев представителей незаконной ЧВК «Вагнер». На прошлой неделе в пассажирском потоке одним из рейсов, который прибыл в Республике Молдова, был выявлен гражданин, который представил паспорт Российской Федерации. Удалось моим коллегам с первой линии выявить то, что он является, возможно, является представителем частной военной компании. Не буду называть ее имя. В Комиссии по нацбезопасности, обороне и общественному порядку парламента Молдовы заявили, что спецслужбы страны выяснили, пророссийская партия ШОР планировала массовые акции, которые по ожиданиям Кремля должны были перерасти в беспорядки и кровопролитие. Молдавские правоохранители также конфисковали около 250 тысяч евро, которые предназначались для выплат протестующим. Данные протесты мы видим как еще одну попытку дестабилизировать политическо-социальную ситуацию посредством манипуляции человеческого сознания через действительно средства, которые мы можем интерпретировать как гибридные средства, чтобы, так сказать, повернуть политическую ситуацию. Раскачать ситуацию проплаченными митингами вряд ли удастся, уверены в украинском посольстве в Молдове. Ведь Кишинев давно выбрал проевропейский курс. И особенно после начала российского полномасштабного вторжения России в Украину стал на путь диверсификации в борьбе с российским влиянием, которая в случае промедления может привести к плачевным последствиям для государства. Революции за деньги не устраиваются. Революция или то, что они называют революцией, любые заворушения. Да, можно устроить за деньги дестабилизацию, но за деньги невозможно поменять власть в стране. Для этого должна быть поддержка большой части населения. А основное масса населения в Молдове все-таки настроено проевропейски. Местные жители собираются на митинги против пророссийских протестов. Да будет мир на Украине! У нас все будет! Исторически говоря, я думаю, что будущее Молдовы в Европе. Ну, это, думаю, что, как сказать, мысли нашей генерации, думаю. Молодежи вы имеете? Молодежи, ну да, думаю. Проевропейская, не пророссийская. И никогда не буду рядом с страной, которая начала войну против другой мирной страны. Никогда. Проевропейская. Про Европу и вперед, как говорится. Евроинтеграция – единственное спасение от российской экспансии для Молдовы. Президент страны Майя Санду заявила, что республика должна стать полноправным членом ЕС к 2030 году. То, что мы понимаем, мы получили статус страны-кандидата в контексте войны, в контексте украинского усилия и борьбы против агрессора. Ну, мы, так сказать, тоже приложили посильные усилия. Для нас важно с Украиной вперед идти вот по этому пути европейской интеграции. Пока вооруженные силы Украины самоотверженно сдерживают российскую армию, Кишинев, понимая, что выигрывает время, ужесточил наказание за сепаратизм. Кроме того, Конституционный суд страны должен рассмотреть законопроект о запрете пророссийской партии ШОР. Юлия Безбородько, Лариса Зубенко для телеканала Freedom. Молдова должна быть членом Евросоюза в 2030 году. Об этом заявила президент Молдовы Майя Санду, выступая перед парламентариями. Она отметила, что другого пути развития Молдовы, кроме как европейской интеграции, нет. От Кремля исходят только угрозы, эмбарго и шантаж, сказала Санду. Также она добавила, что только граждане должны решать, как действовать дальше. И ни одно государство не должно диктовать Молдове, как и что делать. Это единственный путь, который сделает Молдову свободной и сильной страной. Годами так называемые политики разделяли нас и использовали разную ложь для получения личной выгоды. В 2030 году Молдова должна быть членом ЕС. Сейчас у нас есть реальный шанс стать полноправным членом европейской семьи. У нас есть поддержка государств-членов. Молдаване избрали европейский путь. Майя Санду, президент Молдовы. К нашему эфиру присоединяется Виталий Андреевский, доктор исторических наук, директор Института эффективной политики. Мы вас приветствуем в эфире. Доброе утро. Как вы считаете, если говорить о Молдове, учитывая уже опыт, который прожила Украина в течение и этого года, и предыдущих лет агрессии Российской Федерации на Донбассе и в Крыму, есть ли шанс, что все-таки опыт Украины сможет помочь Молдове, возможно, как-то более эффективно противостоять тем нападкам, которые сейчас пытается предпринять Российская Федерация. То есть вы как бы намекаете, учитесь на наших ошибках, которые мы сейчас решили. Но по-другому получается не так. Все страны должны, не то чтобы не на ошибках, но на нашем опыте. Ошибки были. Нужно было и решать быстрее. Это и предыдущие нынешние власти Украины, можно сказать, о пророссийском или российском лобби в Украине. Естественно, тут как раз Молдова должна учиться на наших ошибках в отношении господина Шора, Илона, и самой вообще пророссийской партии Шор. Но надо признать, у нас были и свои ошибки, к сожалению, тоже, на которых и вы могли бы учиться. Но если говорить как бы серьезно, мы осознаем вот то, что происходит. И действительно, вы правильно сказали, опыт Украины мы в последнее время начали активно использовать. Я имею в виду противодействие российской пропаганде и в первую очередь российским СМИ. У нас и года не прошло, мы отказались транслировать российские телепередачи, новостные, с аналитическими программами, с военными. А до этого у нас свободно были Соловьевы, Скобеевы и прочие-прочие, которые вещали на Молдову. И действительно, это сыграло очень негативную роль, потому что значительная часть населения, ну прямо скажем, были оболванены этой пропагандой. Второе, что очень важно, мы осознали, что нельзя вот так закрывать глаза на присутствие пророссийских партий. Мы как-то, ну, мирились с этим, вот есть партии, ну, есть разные точки зрения, и до определенного периода это было нормально. Но мы сегодня видим, что пророссийские партии играют полностью партитуру Кремля, они пытаются дестабилизировать ситуацию в Молдове, и причем действуют очень нагло, напористо. Они финансируются из Кремля, потому что конфисковали очень много денег, где-то около примерно 10 миллионов леев, но деньги постоянно поступают. То есть, видимо, очень много тропинок, по которым деньги сюда переводятся, привозят там, ну, разные, видимо, есть каналы. И мы сейчас понимаем, что они стремятся дестабилизировать ситуацию в Молдове, и видим конкретные шаги по дестабилизации. И в этом плане тоже сейчас в последнее время предпринимаются определенные усилия. Есть и другие темы, которые нас волнуют, это те нарративы, которые Кремль использует тут и продвигает в Молдове. То есть, это нарративы очень простые. Молдова не должна связываться с НАТО, Молдова не должна вступать в Европейский Союз, Молдова не должна помогать Украине, поддерживать Украину. Хотя мы реальную помощь не можем особенно оказать, хотя бы моральную поддержку. Вот эти идеи постоянно продвигаются, и мы осознаем, что с этим тоже надо бороться, с теми идеями, которые идут сюда. То есть, что-то делается, но нельзя сказать, что мы полностью освоили все приемы борьбы с тем, что делает Россия в нашей стране. Вы говорите, нужно бороться, ну, самими месседжами, естественно, нужно бороться. Но ведь они, кроме, я сейчас не говорю о людях, которые приходят на протесты, которые хорошо проплачены, да, имеют в кармашке у себя там некоторые деньги. Не лично от Илона Шора и Москвы, но, скажем так, инспирированные деньги лежат у них уже в кармане. Но часть населения Молдовы ведь, наверное, поддерживают, как и часть Украины, кстати, поддерживала в 2014 году и после. Вот такие месседжи о том, что это Европейский Союз давит, это НАТО расширяется, а Россия просто защищается. Часть жителей Молдовы поддерживают подобное мнение? Какая это часть? Безусловно, если бы часть жителей Молдовы не поддерживала, возможно, не было бы и вот этих протестов, которые сегодня происходят. Тут очень много переплелось. С одной стороны, очень сложная социальная ситуация в стране, потому что война очень сильно ударила по Молдове. Это рост цен, это инфляция, это нарушение логистики, экономических связей. Ну и энергетическая удавка, которую очень долго нас Кремль давил. Мы сейчас частично вышли из-под нее. Правый берег у нас сейчас закупает газ не в России, но все равно долгие годы это действовало. Это эмбарго, который Россия периодически вводила на молдавскую продукцию, вино, сельскохозяйственную продукцию. И, безусловно, сложная вот в этом плане ситуация. И есть масса людей недовольных. И очень легко вот этими людьми манипулировать, когда есть еще вторая составляющая, сильное пропагандистское воздействие. Потому что этим людям говорят, слушайте, все будет хорошо, надо только поехать в Кремль и договариваться с Путиным. И мгновенно все станет хорошо. То есть такой очень простой выход из сложной ситуации. И какая-то часть людей под воздействием этого говорит, а чего мы ссоримся с Россией? Россия же может нам помочь, Россия может решить наши проблемы. И, безусловно, я не могу себе сказать, сколько процентов, но, наверное, не менее 20% настроены так. И я повторяю, мы во многом проигрываем, потому что мы долго не объясняли людям, что происходит. Мы как бы считали, ну, люди грамотные, сами могут понять. А Россия через свои СМИ, через СМИ, которые пророссийских партий постоянно вталкивала, вот виновата там Украина, вот виновата НАТО, вот виноваты Соединенные Штаты Америки, вот виноват Европейский Союз, вот там вина. А вот спасение – это Путин, это Россия. Сегодня мы осознали вот эту реальную опасность, что-то мы перестраим. И вчера Майя Санду выступила в парламенте, и она, много у нее месседжей интересных было, и насчет европейской интеграции, и решения проблемы правовой системы, создания антикоррупционного суда специального. Но один месседжей очень важный был – это борьба против российской пропаганды. И это сегодня становится, наверное, ну, одной из главных задач государства. Знаете, когда я говорила «учесть опыт Украины», я ведь имела в виду не только реакцию Украины на определенные процессы, и, вероятно, в большинстве своем также реакцию нынешних уже партнеров Украины, и действительно осознание той реальной угрозы, которую может нести Российская Федерация, не только безопасности Украины. Как вы считаете, на этом фоне дипломатические усилия Майя Санду, опять же, и война, которую Россия развязала в Украине, могут ли помочь Молдове стать более заметной, собственно, на мировой арене, в дипломатическом ключе? Насколько сейчас это реально, и насколько сейчас, скажем, благоприятный период добиваться этого? Вы знаете, ну, я с такой гордостью, наверное, скажу, что после Зеленского, ну, он тут на первом месте, Молдова, наверное, вторая, ну, я имею в виду из постсоветских республик, которые налаживают нормальные отношения с Западом, Соединенными Штатами Америки, с Европейским Союзом. И я вам приведу такой пример. Первого июня в нашей стране должен состояться европейский саммит, в котором будут присутствовать все высшие руководители Европы. Это говорит о признании определенной роли Молдовы и о признании заслуг нашего президента, который налаживает вот эти отношения с Западом. Ну и надо признаться, что у нас качественно улучшились отношения с Украиной. Был определенный период до 2014 года, ну, где у нас не все было хорошо. Мы считали, что Украина не очень нас поддерживает с проблемой Приднестровья. Возникали разные, ну, такие сложные ситуации. Но после 2014 года мы как бы начали в чем-то объединяться, стали едины с Украиной, потому что Украина тоже осознала, что такая же агрессия была и против Молдовы, когда мы потеряли, по сути дела, Приднестровье. И сейчас я считаю, что у нас, ну, достаточно нормальные отношения. У нас два соседа. Это Румыния и Украина. И, безусловно, ну, мы обречены жить нормально с этими странами, если сами хотим жить нормально. И поэтому я считаю, что вот мы продвинулись и на Западе, и мы продвинулись в отношениях с Украиной. Кстати, до войны, если вы помните, Санду совершила еще до 24 февраля прошлого года визит в Киев, и были договоренности очень хорошие с Зеленским о совместных экономических проектах, там, о строительстве дороги в сторону Молдовы, со стороны Украины. Ну, там и Молдова должна была что-то достроить. И другие обсуждались важные отношения, важные проекты сотрудничества. Ну, что-то сейчас приостановилось из-за войны. Но у нас есть очень большая надежда, что закончится война. Безусловно, я не сомневаюсь, что будет что-то типа плана маршала для Украины, чтобы Украина могла восстановиться. Но и, наверное, частично будет оказана помощь в Молдове, которая тоже экономически пострадала. И, возможно, у нас будут какие-то общие такие хорошие проекты развития, какие-то и в области экономики, социальной сферы и в других областях. В том числе, я надеюсь, у нас будет сотрудничество в области средств массовой информации и, возможно, будут какие-то совместные проекты. Телеканал Freedom всегда открыт. Давайте так, как прямая площадка для подобного сотрудничества. Всегда мы готовы в том числе. Возвращаясь к выступлению госпожи Санду вчерашнему, на самом деле, с вами согласен, много чего она сказала о европейском пути Молдовы, о группировке ШОР, так, по-моему, говорила госпожа президент. Также она сказала, что, я цитирую, «Я знаю, что в Молдове живется сложно. Я знаю, что рост цен ударил по нам сильнее, чем по любой другой стране. Я знаю, что значит работать денно и ночно ради того, чтобы обеспечить хлеб на столе. Труд и самоотверженность я видел их в своей семье, в большинстве семей нашей страны». Конец цитаты. Добавила Санду, что, в принципе, рост цен – это проблема всего мира, сейчас из-за агрессии России против Украины. Ныне инфляция на территории Молдовы достигла, если мне не изменяет память, почти 26%, 26 пунктов. И европейский путь, реформа, которая предполагает интеграцию в Европейский союз, это не всегда сразу же хорошо влияет, в том числе на экономические показатели. Давайте от них сейчас отталкиваться. Если экономика будет ухудшаться, по вашему мнению, население Молдовы будет все так же в своем большинстве поддерживать этот проевропейский путь. Удастся ли президенту, удастся ли проевропейским силам удерживать вот это направление, в случае, если ситуация с экономикой будет ухудшаться? Вы знаете, очень многое зависит. Ну, вообще ожидается, что со временем будет подъем в экономике. Вот Мировой банк какие-то просчеты делает, наши экономисты. Но сейчас действительно очень сложная ситуация. В прошлом году мы перевалили инфляцию через 30%. Ну, в этом году немножко будет снижаться инфляция, но все равно она достаточно будет высокая. И вряд ли нам удастся обуздать цены. Тут надо добавить, понимаете, что война в Украине, ну, многие не понимают, ну, что там война, а при чем тут война? Но она останавливает инвесторов, потому что мы знаем о планах России в случае успеха в Украине взять Приднестровье. Возможно, есть планы в отношении Гагаузи. Есть планы, даже некоторые не скрывали, депутаты открыто говорили дойти до прута. И в этой ситуации, конечно, инвестор думает, а чего я пойду в Молдову, если там так сложно. Плюс специально делается эта дестабилизация, чтобы это тоже останавливает инвесторов. Как идти в страну, где вот такая сложная ситуация. И это, кстати, дестабилизация связана с тем, чтобы мы не могли серьезно заняться проблемой Приднестровья. Как бы надо решать тут проблему с шаристами, а не до Приднестровья нам как бы сейчас. Но я вам скажу очень важную вещь. Понимаете, как бы ни было плохо, власть должна открыто говорить с народом. Вот нам чего не достает, когда мы говорим противодействие российской пропаганде. Это не значит говорить только то, что говорят харьковские болельщики в отношении Путина. Это значит объяснять, что нам даст конкретно европейская интеграция. Что мы выиграем в области экономики, в области образования, в области науки, в других сферах. То есть показывать конкретно. У нас есть опыт Румынии, которая вошла в Европейский Союз. И сейчас ее называют одной из быстро развивающих стран Европейского Союза. У Румынии очень высокие показатели. То есть люди должны, с людьми надо научиться говорить. Вот этого пока нам не хватает. И это большая проблема. Потому что люди готовы терпеть, если им покажут перспективу. И докажут, что эта перспектива реальная. Ну, на примере той же Румынии и других стран. Вот я считаю, вот это должно быть одно из самых таких главных направлений. Разговор с народом, совет с народом. Создание вот такой большой проевропейской коалиции, где бы не только партия ПАСС входила, а другие проевропейские партии, представители гражданского общества. То есть нужно объединять страну, объединять территориально и объединять общество. Вот это большая задача, которая стоит перед нашим президентом и перед всеми нами. Хотелось бы привести цитату и также ее обсудить. Молдова никогда не будет на стороне убийц. Так президент Майя Сандо заявила на заседании парламента страны и отметила поддержку Украины в полномасштабной войне России. И, конечно, подчеркнула, что молдаване должны знать, кто есть друг, а кто есть враг. Собственно, в продолжении нашего с вами разговора. Давайте услышим цитату и еще продолжим. Молдаване никогда не были и никогда не будут на стороне убийц. Мы осуждаем российскую агрессию против Украины с первого дня войны. Я решительно заявляла о том, что Россия пытается свергнуть конституционный строй в Молдове. И у нас были доказательства. Я знала, что Россия пытается влезть во внутренние дела нашей республики. Было известно о пропаганде и дезинформации. Мы говорили и пытались защитить себя. Но в тот момент, когда у нас были неопровержимые доказательства того, что в Кишиневе есть попытка свержения правительства, демократически избранного гражданами республики Молдова, тогда мы вышли и выступили публично, чтобы люди знали, кто наш друг, а кто наш враг. Майя Санду, президент Молдовы. И вот на самом деле здесь в продолжении темы борьбы с пропагандой Российской Федерации. Но ведь у России действительно есть такой еще инструмент, который она использует по отношению к своим гражданам и удачно этим манипулирует. Это страх. Просто запугивают людей, придумывают такие-таки истории, которые на самом деле создают впечатление, что других выходов и вариантов абсолютно не было. Вот насколько действительно готовы противостоять такому напору? Потому что российская пропагандистская машина, она формировалась достаточно продолжительное время и нарабатывала такие достаточно, ну, к сожалению, эффективные методы борьбы со здравым разумом, скажу так. Ну, вы знаете, что действительно пропаганда России выстроена очень серьезно, системно. Это надо признать. И вообще надо признать, что Россия, она качественно, кардинально отличается от Советского Союза. У Советского Союза была какая-то идеология. И определялись друзья и враги по этой идеологии. У России нет идеологии. У них, они в Молдове готовы работать с любыми партиями. С левыми, с правыми, с центристами, с унианистами, с проевропейцами, с антиевропейцами, с пророссийскими. Лишь бы эти партии в чем-то были зависимы от России. Это очень важный момент, на который необходимо обращать внимание. Но вы абсолютно правы. Вы подметили одну очень серьезную вещь. Это страх. На самом деле, надо признать, что особенно в первый месяц войны вот это ощущение большой опасности со стороны России, оно немножко подавляло, в том числе и нашу власть. Риторика нашей власти, надо признать это, она менялась в зависимости от ситуации в Украине. Но когда уже Украина отбросила, ну, армия Украины, ну, народ Украины отбросили врага от Киева, удачи в Харьковской операции, удачи освобождения Херсона и так далее, безусловно, значительная часть этого страха ушла. И появилось понимание, что Украина побеждает. И что эта победа, это защита Молдовы. Сегодня, ну, подавляющее большинство это понимают. Но еще остается, я не сказал бы, чтобы полностью избавились от этого страха, ведь Россия сбрасывает постоянно какие-то нарративы на Молдову. И вот в последнее время эти нарративы очень схожи Молдова и Грузия, что не дадим втянуть Молдову в войну. Вот про российские партии тут сторонники заявляют. Что имеется в виду? Что не дай бог мы что-то начнем решать в Приднестровье, тут же Россия нанесет ракетные удары по Кишиневу. И никакого сотрудничества с Украиной. Это опасно. Ну, продвигаются вот эти идеи, потому что Россия может ударить по нас и наказать за сотрудничество с Украиной. И у какой-то части населения вот этот страх живет. Тут было бы глупо сказать, нет, мы все уже осознали, мы поняли, что Украина победит. Понимаете, на самом деле столько лет вбивалось в голову, что Россия сильная страна, что вторая армия в мире, сильнейшая экономика и так далее, что людям просто не верится. А как маленькая, ну, сравнительно по отношению с Россией, Украина выстояла, да еще и побеждает. Ну, это же невозможно. Нет, нет, что-то, наверное, тут не то. Россия еще по-настоящему как бы не начала сражаться. Хотя мы видим вот эти попытки России начать зимнее наступление, они практически провалились. Хотя обещания были очень большие. Но часть людей до конца как бы не может поверить, что это был колос на глиняных ногах, и эти глиняные ноги отваливаются. Да, тут тоже надо людям это разъяснять и много работать. Как, допустим, я еще один пример приведу, когда говорят, что вот Майя Санду должна поехать и договариваться с Путиным по газу. И, ну, простой аргумент. Как она пожмет эту руку, которая в крови украинцев? Как она может это делать? И когда людям говоришь это, они понимают. Но людям надо говорить, объяснять. Ну, я думаю, сейчас после ГАГи, после решения этого суда, ну, чуть-чуть легче станет объяснять. Причем это один аспект, только связанный с детьми, которые вывезли. А есть еще и другие преступления, которые... Руки, знаете, руки, которые должны вот так вот, наверное, быть, в наручниках у Владимира Владимировича. Последний аспект. Это сменяемость власти у Молдовы, сменяемость курсов. Игорь Дадон, пророссийский политик максимально. Майя Санду, проевропейский, просевероатлантический политик. Политика Европейского Союза и НАТО, движение туда. Насколько... Есть ли сомнения в том, что она может не сохраниться? И при следующей власти, системе, президенте, вдруг вновь начнут говорить о том, что... Может, мы в русский мир, слушайте. Может, мы как-то поменяем всю эту историю и ее обыграем. У нас буквально полторы минутки. Ну, я бы не говорил, что нельзя вот все ушло, русский мир ушел, ставим крест и так далее. Да, возможно, Дадон уже списанный политик, потому что кулечная история и прочие-прочие коррупционные истории, за ним такой шлейф. Но, безусловно, Россия попытается, чтобы появились новые Дадоны. И они не обязательно будут бегать с российскими флагами. Они могут даже проевропейские флаги носить, но в то же время ориентироваться на Россию. Но я думаю, что общество меняется, общество осознает. И пришло понимание, что русский мир – это вчерашний день, а будущее Молдовы связано с завтрашним днем. А завтрашний день олицетворяется европейской интеграцией. Поэтому у меня есть большая вера, что отступления назад в прошлое и туда, к России, у нас уже не будет. Виталий, благодарим вас за то, что вы присоединились к нашему эфиру. Напомню зрителям, что с нами на связи был доктор исторических наук, директор Института эффективной политики Виталий Андреевский. Продолжение следует...